привет ну что предлагаю поговорить сегодня про что-нибудь интересненькое про горелки я тут когда делал обзор на фарм apple lava на мультитопливную горелку разбирал свой горелочный шкаф полку с горелками и все выложил и сейчас я вот хочу рассказать про все 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 горелки про всю коллекцию что у меня есть ну коллекция так условно да я так назовем вот прям тезисно быстренько плюсы и минусы что нравится что не нравится про все 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 расскажу давайте начинать и начнем мы жидко топливных горелок с бачком это типа свеи и и клоны у меня сейчас есть горелок сама свея ну это классика цвет мед благородная патина но довольно таки слабая сама по себе мощность и громкий рассекатель будет не так так сказать приятно и недостатком также маленький бачок ну под походы в одно жало подходит хорошо но естественно в классическом бушкрафт стиле возьмите на кунь бушкрафт мероприятие все девушки бушкрафтерки есть такие есть ваши а так все бородатые парни с парами ваши если вам конечно это надо ладно шучу горелка прикольная стоит сейчас как крыло от самолета ну чисто коллекционная ценность с дебильным блин котелком на на одну собачку маленькую вот второе что у меня сейчас есть это уже поинтересней это китайский клон айволкер g43 нержавейка бесшумная горелка унификация с примусами типа турист огонек и прочее помощнее чуть-чуть бачок побольше фактически по всем характеристикам лучше свеи ценник тоже порядок наверное но может не на порядок но в разы дешевле работает хорошо но опять таки это весь бензин это для энтузиастов для любителей походить прикольно но на постоянку такой себе далее тоже про экстравагантные виды топлива твердотопливные горелки на соком горючим у меня тут есть клон эсбита вернее это не клон эсбита это настоящий эсбит но только новодельный и вариация на тему эсбита от файер мэппл это лотус я уже говорил что в нем не так в нем применены еще боковые стенки в результате внутренне выбирается топливо и сама идея горелки которая совмещена с контейнером пропадает не на такое себе теперь мультитопливные горелочки нами поговорим мср и сперлайт вай сперлайт universal мультитопливная горелка от мср американцы mountain safety research одна из самых первых горелок которые бесшумные тут вот такой рассекатель очень тихий работаете на газу и на бензине и на соляре но у них свой баллон ну смысле свой насос проприетарный как у всех и он прикручивается не как на газовых баллонов до такой линден вэлф или как там он клапан линдена резьбовой а штыревой сюда вставляется штырёчек этот штырёчек он как бы меняется прямо на самой горелке и в результате вам приходится с собой вот два таких металлических куска если вы хотите работать и на газу и на бензине какая-то дичь но эта дичь она пошла от того что раньше на мср просто он не был мультитопливным а был исключительно жидко-топливная система использовала такие вот коннектор соответственно я ее использовал очень много мне очень нравится то что в отличие от громких горелок она бесшумная много ну практически все зимние мероприятия есть посмотреть по отчетам у меня прошли с этой горелки она вся такая грязненькая поэтому я ее использовал с насосом исключительно от примуса превосходный насос с кожаной манжетой тоже уже засаленная она у меня вообще насос работает без нареканий даже не знаю слышно ли вам было этот вежливый лось чупок добрый вечер кроме прочего эта горелка обладает функцией как бы самоочистки там игла она вставлена прямо в жиклер под жиклером есть место для иглы и она используется когда вот этот звук это звук прочистки то есть можно потрясти горелку и она чистится эффективность этого способа я ставлю под сомнение потому что но бывает что не чистится вдобавок тут проходит тросик через трубку трубка повернута больше чем 90 градусов очень большой у нее изгиб и трубка выходит аж сюда то есть надо приходится вытаскивать из всей 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 системы что неудобно зато в принципе в общем-то разборка извлечение жиклера тут совершенно элементарные все вот вас доступ к жиклеру можно выкручивать можно чистить ну я уже не знаю куда проще все делать причем для фиксации трубки используется само основание и штатный мультитул я лично думаю что тут конструкция если не считать трубочки практически гениальная тот изобрел прям он заслуживает всяческих лайков что мне еще нравится это рем набор он вот такой классной коробки над правда расширенный в нем прям много-много-много всего ну то есть продумано все прям до мелочей да из интересного насос насос как я уже говорил пропоретарный вот этот вот их довольно таки специфичной формы есть еще такой серенький типа исключительно для диких холодов насос пластмассовый и резиновая манжета но очень легкий но очень легкий прям работает тоже неплохо но поскольку тут вот эта дебильная система коннектора я им не пользуюсь раз уж заговорили про примус шведский так сказать ультимативный вариант примусом не лайте титановый корпус опять-таки два вентиля первый вентиль для подключения топлива второй для тонкой регулировки тонкая регулировка очень удобно особенно на бензине когда мало инерционность за счет того что бензин не надо течь вот всю эту длину опять-таки очень удобная система почистки потому чистится только вот этот фактически запорная вот этот игла и жиклер насос как я уже сказал превосходный работает на газу или бензине ну на газу естественно мультитопливные горелки используются крайне редко я это практически во всех своих обзорах говорил к особенности можно отнести то что постоянно вылетает теряется рассекатель и в следующих версиях они даже при колхозе леона хоть пружинки также чехол который весит как сама горелка практически огромный толстенный карманов и в комплекте бетро защита также из толстенной фольги это конечно все прикольно но по первому плотно во вторых ну никто не будет брать такой огромный чехол с собой вот этот я бы назвал недостатками горелка собственно лава это то что я делал совсем недавно на нее обзор китайский омнифьюел все достоинства и недостатки я уже проговаривал достоинство высокая копийность очень похожа на примус тихий жиклер тихий колокол то есть тихая сама горелка можно даже назвать наверно бесшумный два вентиля регулировки минусы дерьмовенький насосик тут уже все сказать я считаю я считаю что-то дополнительно говорить смысла нет просто идите посмотрите обзор я там все очень подробно рассматривал и сравнил что еще простые горелки накручивающиеся назовем их так по моему у меня только три осталось три вида разновидностей не знаю ну брс я думаю никому представлять не надо титановый рабочая лошадка легкоходов всего мира отлично работает комплекте с легким котелочком составляет отличный сетап никаких проблем не возникает иногда только вот на них не на моей а вообще бывают днутся ножки стоит копейки почему бы нет в общем-то за эти деньги можно покупать и нужно покупать у меня их несколько штуки две по моему или три сейчас по разным рассоманных котелкам корее не частый гость супа супа лайт в титаниум стоп ну это вот титановая горелка от корее довольно интересные раскладывающиеся ножки большие но они больно легкая в этом недостаток и помню сейчас дороговато так корее в принципе делать хорошие горелки корея по моему это у меня с времен когда они мне присылали на обзоры свою продукцию сейчас уже не присылают с ним как что-то связаться у меня не получается тек и тоже фэрм apple это фэрм apple polaris с микрорегулятором он же редуктор китайская клёпка вот смотрите видите эта ножка не блокируется остальные ножки блокируются крайних а уже обе ножки не блокируются вот то есть со временем перестали у меня кстати очень интересно было устроено эти у этих ножек концепции они не пересекались то есть не всегда открывались можно было с любой начинать но от использования с времени две ножки из трех у меня приказали долго жить чинить это невозможно потому что надо все развальцовывать заново клепать короче полный геморрой я бы ее выкинул если бы но тут рабочий редуктор я в своем обзоре как раз таки редукторная система от фэрм apple про него много рассказывал посмотрите тоже я оставлю ссылку и это у меня сейчас донор запчастей для как раз редукторного этого аналога джет бойла на базе полярса тоже фэрм аплутского вот ну и раз мы заговорили про джет бойлы из фэрм аплутского у меня есть две системы это по-моему x3 фактически это то же самое что x2 только чуть поменьше попытка китайцев в одиночные системы все равно слишком большая а так опять таки в обзоре все есть система хорошая за свои деньги надо брать вот именно x2 либо x3 прям маст хэв я считаю x5 примерно то же самое только горелка редукторная хорошо это или плохо в общем-то палка двух концах редукторы могут ломаться но плюс у них тоже есть например равномерность работы обзоры на него делал там как раз очень много про редуктор я говорил поэтому тоже посмотрите там довольно таки интересно разбираемся вкусным джет бойл солт титанию фактически титановый джет бойл единственный единственно пожалуй это единственное что сейчас можно купить из радиаторного титанового но радиатор тут алюминиевый тоже я в обзоре много про это говорил система с огромным количеством недостатков в плане надежности и ну защиты от кривых рук потому что радиатор любит отгорать если в нем делать что-то кроме кипения воды в остальном очень легкая очень быстро очень мощный на одно жало прям конфетка я вот прям хожу не нарадуюсь редуктор тоже имеется но такой рудиментарно это он первые редукторные системы солт которые были у джет бойла ну и из-за всех этих кучей недостатков типа отваливающегося радиатора и сгорающего такие больше не выпускаются такая только у меня и у майкла джексона наверное есть стоит сейчас где-то 500 баксов что дикий овер прайс но вот под велосипед под походы одиночные впечатления воды прям любимая моя одна из самых любимых горелок и так сказать экспонатов моей коллекции тяжелая артиллерия мср реактор полутора литров котелок классика альпинизм уже наверное те годы как я когда я ходил в горы в составе нашей сказать федерации любимый ух сколько всего в нем было приготовлено ему пофиг на любой ветер потому что во первых тут инфракрасная такая горелочка там пина катализаторная то есть он горит всей площади и практически не сдувается горелка во вторых да просто некуда задувать вот довольно глубокий радиатор и он проходит и выходит аж вот на третье высоты горелки отверстие выпуска горячего воздуха в результате туда вообще ничего не задувает а весь воздух горелка забирает вот через эти отверстия не не задувают тут также есть редуктор регулируемый что делает это прям превосходным средством для кипячения снега для топки снега для кипячения воды очень быстро очень мощно по моему быстрее реактора только кавеевский сейчас на той же схеме и еще кстати фаирм apple тоже выпустили свой марс радиант я про него расскажу когда он для меня доедет тоже обзор обязательно будет под горы прям идеально сам я с ней много ходил у меня одалживали полном федерации вот отделение которым я так сказать ходил тоже было таких довольно много прям очень хорошо ада кардинальный недостаток в этой горелке существует плавки предохранитель если температура повышена предохранитель плавится горелка забивается и все были там на высоте без горелки остаетесь deal visit за это много мср ругали поэтому следующей своей версии windburner они уже отказались от такого предохранителя здесь тот же принцип windburner но горелка меньше совсем она стала какая-то несуразная и при использовании например большого котелка все это выглядит очень неустойчиво и не нравится на котелке еще дебильная крышка которая наша плошка который нормально также не надевается то есть вот это вот так все выглядит и мне не нравится совсем в плюсах что довольно прикольно сделано например с чем сравнить у фэрмэпла четыре вот таких вот паза подкрепления горелки байонетное соединение американцы делали сколько их тут 16 больше то есть практически в любом положении не надо искать место чтобы поставить также смотрите вот тут вот есть эти вот воздухозаборные вернее теплоупускные отверстия с одной стороны их нет и можно к ветру их направить то вообще ничего совершенно не задует но вот этот неустойчивость слишком большой котелок вот для такой горелки как на мой взгляд результате ей не пользуюсь хорошо бы иметь литровый котел или даже меньше я бы даже может быть хотел бы такой иметь но они сейчас стоят блин как крыло от самолета смотрите какой непропорционально маленький радиатор какой здесь завидно где тут кто тут босс качалки вот такая вот у меня коллекция какие-то обзоры какие у меня видео есть я ссылки оставлю тут везде на текстовый тоже наверное оставлю в описании поэтому поддержите пожалуйста видосик лайком комментом если есть какие-то вопросы по этим горелкам и вообще по каким угодно горелкам задавайте я в общем-то спустя десятилетие походной практике и блогерской практике ну неплохо в них разбираюсь а у меня на этом все спасибо за внимание